Здравствуйте, Отец Андрей! Здравствуйте, Анесса! Здравствуйте, дорогие телезрители! Вчера, в пятницу на шестой неделе, поста закончилась Великая Четыридесятница. 40 дней Великого Поста пройдены. И мы стоим в преддверии Страстной Седмицы, вспоминая два важных события. Сегодня Лазарева суббота или Воскрешение Праведного Лазаря. Почему воспоминание этого события так важно для всех нас? И как оно связано с последними земными днями жизни Христа? Ну, во-первых, про сегодняшний день есть очень хорошая загадка. Когда воскресение бывает? В субботу. В Лазаре? Вот как раз. В Лазаре? Как раз, да. Точнее спросить, что в воскресении? Лазаря воскресил Господь именно в субботу. Воскрешение Лазаря было в субботу. Но ведь Он уже воскрешал до этого мертвых. Почему важен именно это? Да, но до этого Господь воскрешал только-только что умерших людей. Вот как современным языком, если выразиться, они побывали в состоянии клинической смерти в течение нескольких, может быть, минут или часов. И такие вот примеры мы знаем и в Ветхом Завете, когда люди умирали и пророки их воскрешали. А это событие удивительно тем, что Господь воскресил четырёхдневного покойника. причём-то у нас, даже в Сибири, где весьма холодно. А представьте себе, на жарком Востоке что происходит с телом человека? Он полностью разлагается. И как написано в Евангелии от Иоанна, когда Господь попросил открыть, отворить камень от гроба, где был погребён Лазарь, сёстры Лазаря, Марфа и Мария сказали, «Господи, уже смердит». Покойник уже разложился, и невозможно даже рядом с ним находиться. Но Господь сказал всего три слова, «Лазарь, выйди вон». И Лазарь вышел из гроба, восстановилась его плоть, душа вернулась в тело, и Лазарь вышел из своего гроба. И вот именно благодаря этому событию, конечно, Господь совершал множество чудес, и, как пишут другие евангелисты, и Матфей, и Марк, и Лука, ради многих чудес сотворённых им народ и встретил его в Иерусалиме, так торжественно и празднично. Но апостол-евангелист, он богослов подчёркивает, что именно воскрешение Лазаря невиданное до тех пор чудо, которое совершил Христос, и привело людей на такую праздничную встречу, когда они с пальмами, ветвями постелали свои одежды по дороге и встречали Христа, идущего в Иерусалим. Но, как опять же повествует нам евангельский рассказ, очень многие люди встречали Христа как Мессию. Но многие радовались его приходу в Иерусалим и ожидали, что будет происходить что-то чудесное и необычное. Но в то же самое время начальники еврейского народа сидели и думали о том, что неплохо было бы убить и Лазаря, потому что из-за него многие веровали во Христа. И настолько реально была угроза, что Лазарю пришлось даже, как сейчас мы говорим, эмигрировать. И он скрылся на Кипре и был первым кипрским епископом Лазарь. И сейчас мощи его почивают в столице Кипра, в главном кипрском храме. Причем интересно, что всего несколько десятилетий тому назад был найден саркофаг, гроб, в котором был мраморный погребен Лазарь. И краткие слова были высечены на этом саркофаге. Здесь погребен был Лазарь, друг Христов. То есть немногие могли назваться друзьями нашего спасителя. Даже все мы называемся учениками. А Лазарь был очень близким ему человеком. И даже когда Господь пришел ко гробу, прослезился, и как евангельское повествование нам говорит, многие, видя слезы Христа, сказали, смотрите, как Он его любил. Сегодня вечером в храмах уже начнут освещать вербочки, чтобы приготовиться к празднику вербного воскресения, входа Господнего в Иерусалим. Отец Андрей, в чем радость этого праздника, и в чем его печальные ноты? Ну вот мы уже об этом говорили. Радость праздника в том, что люди, воодушевленные невиданным чудом, ну и другими чудесами, которые совершал спаситель. Встретили его. Встретили его действительно, вот как царя. Срезали ветви с деревьев. Постилали свои одежды по дороге, чтобы он не шел по пыльной и грязной дороге. Встречали его словами Асанна, вышних благословен, пришедший во имя Господне. Но печаль, которая растворяет события воскресного дня, заключается в том, что уже тогда иудеи, вернее начальники иудейские, замышляли убить Христа, как мы с вами говорили, замышляли убить и Лазаря, и друг другу говорили, мы ничего не успеваем, надо сделать это как можно скорее. И даже когда люди говорили, Асанна, вышний благословен, пришедший во имя Господне, то есть исповедовали Иисуса, Мессии, говорили, запрети им это говорить. На что Христос сказал, если люди умолкнут, то и камни возыпьют. Мы, конечно, понимаем, что эта речь идет не только вот этой ситуацией, которая была в тот момент вокруг Христа. Вот, обычно камнями называли язычников. И, как мы видим, языческие народы, может быть, даже и больше, чем, так сказать, соплеменники Господа, приняли веру в Него, и эта вера распространилась по лицу всей земли. И вот поэтому нам, я бы сказал, очень важно иметь правильную веру. Потому что вербное воскресенье, действительно, такой праздник, я встречал людей, которые в советское время, опасаясь ходить в храм, зная, что могут выгнать с работы или лишить премии, или еще какие-то неприятности устроить. Но вербное воскресенье, несмотря ни на что, ходили в храм, освящали вербочки. Но сейчас, к сожалению, вот к этим вербам бывают очень часто суеверные отношения. Люди думают, что это какой-то оберег. Люди думают о том, что этими вербами можно защититься от порчи или от сглаза. Но, как бы сказать помягче, более глупых и вредных понятий для человека нет. И тот, кто даже просто пользуется этими понятиями, я уж не говорю о том, что злоупотребляет этими понятиями, нагоняет на людей страх, ужас и тоску. По церковным правилам люди, которые этим занимаются, приравниваются к убийцам. То есть, как все вот экстрасенсы, астрологи, ворожи, гадатели. Почему? Потому что это приносит ужасный вред человеческой душе. человек, во-первых, становится дезориентирован в пространстве. Он закрывается тебе веточками и думает, что ничего сейчас не произойдет? Нет, дело совершенно не в этом. Дело в том, что у нас неправильное, может быть, даже оскорбительное отношение, может быть, к Богу. Вот когда человек говорит, вот я верю вот в это все, да, а что все? Оно может быть положительным, может быть отрицательным. Это могут быть ангелы, это могут быть падшие духи, это может быть Господь Вседержитель, это могут быть, так сказать, какие-то истуканы, так сказать, порожденные нашим невежеством или нашим страхом. Бог есть любовь, но попробуйте своему любимому человеку сказать, я так люблю мужчин. Это будет последний день в нашей счастливой жизни. Представьте себе мужчину, который, допустим, сватается к девушке и говорит, дорогая, так хочу на тебе жениться, потому что я так люблю женщин. Мы же конкретно любим свою единственную и неповторимую, мы любим конкретно своего жениха или своего мужа, любит барышня. Может быть, для остальных он не является каким-то идеалом или примером, но он свой, любимый, поэтому он лучше всех остальных. И поэтому любовь и вера Богу, она должна быть совершенно конкретной. и мы должны понимать, что Бог не только наш Создатель, Бог Создатель этого мира, поэтому Он и Владыка этого мира, Он, как этот мир, мы воспринимаем как пространство и время. Значит, мы можем тогда сказать, что Бог вездесущий, мы можем сказать, что Бог всеведущий. Это для нас время в одну сторону течет. Бог времени не под властью, Он вне времени, Ему все равно, что вчера, что завтра, что тысячу лет в одну сторону, что тысячу лет в другую сторону. Но самое главное то, что Бог наш любящий отец. А как любящий отец, Он ничего не жалеет для своих, может быть, и нерадивых, но любимых детей. И поэтому мы живем в таком обстоятельствах гораздо лучше, к чему заслужили. И мы верим в то, что человек, если родился и появился на этой земле, то он родился и появился не для гибели, не для ужаса, он родился для счастья, для вечной, творческой и радостной жизни. и о том, что должно было бы с нами происходить, нам подсказывает совесть. Мы уже говорили с вами, особенно в первый раз, когда мы совершаем какую-то ошибку, когда мы соврали или взяли что-то чужое. Не обязательно залезть даже другому человеку в карман. Взяли резиночку или карандашик, взяли чужую тетрадочку или чужой учебник. Но если в этот момент нас взяли за руку и спросили, а зачем ты берешь чужое без спроса? Мы же помним, как там было стыдно, как мы хотели сквозь землю провалиться и даже не жить. Это вот и свидетельство того, что грех и жизнь несовместимы. Но наша жизнь не заканчивается с нашими ошибками. Бог длит время нашей жизни, давая нам возможность для исправления. Поэтому вот этот даже небольшой детский опыт говорит о том, что мы живем в обстоятельствах жизни гораздо лучших, чем мы заслужили. Поэтому надо не выпрашивать каких-то дополнительных дивидендов, каких-то дополнительных благословений, здоровья, зарплаты или еще чего-то. У нас и так есть гораздо больше, чем то, в чем мы нуждаемся. Гораздо лучше, чем мы сами могли бы для себя предусмотреть или построить. И поэтому это не отменяет наших ошибок. И если мы сунули пальцы в розетку, если мы вместо того, чтобы спускаться по лестнице или ехать на лифте, выпрыгнем в окно, есть определенные законы, согласно которым Бог создал этот мир. И мы не вправе ожидать, что Господь в каждую розетку посадит по ангелу, и когда мы будем подключать утюг или чайник, ангел будет подавать напряжение, а когда мы будем свать пальцы, ангел будет снимать напряжение. То есть, но виноваты мы сами. Виноват не ангел, виноваты не розетка, виноват не электрик, который что-то устанавливал для нас. Виноваты мы сами. И поэтому, если мы чувствуем какой-то душевный дискомфорт, если мы чувствуем, что нам как-то тяжело жить, то причина этому наши ошибки. И не нужно думать о том, что наши соседи или сотрудники, или еще кто-то навел на нас порчу или сглаз. Есть очень хорошая поговорка «Бог не выдаст, свинья не съест». Если мы живем по-божьи, нам нечего бояться. Мы всегда находимся под защитой и под опекой. Всегда мы находимся в обстоятельствах гораздо лучше, чем мы заслуживаем. Но если мы какие-то ошибки совершаем, значит последствия этих ошибок могут наступать. это несмотря на то, что Бог нас прощает. Вот самый простой пример. Если я уроню чашку со стола, одна секунда и чашка разбилась. В следующую секунду я попрошу у вас прощения. И тут же вы меня простите. Но это не восстановит чашку. Или на это будете я. Да, конечно. То есть несмотря на то, что ошибки нам прощает Бог, последствия этих ошибок остаются и могут надолго оставаться. Чашку эту может не склеить даже и за год. А даже если склеить, может ей невозможно пользоваться. Поэтому есть такое понятие не просто ошибок, а есть такое понятие смертных грехов. Если так, допустим, грех, продолжая сравнение с чашкой, какая-то щербинка или трещинка, чашка держит свою форму, мы можем ее наполнять, можем опорожнять. Так вот и сосуд нашей души. Мы можем молиться, делать добрые дела, и душа исполняется благодатью Божьей. Мы можем ошибаться, каким-то мусором заполнять душу, и тогда благодать Божья покидает. Увеличивается, уменьшается. Есть понятие смертного греха. Это все равно, что битой огреть чашку и разбить ее на мелкие кусочки. Это все равно, что такой духовной битой разгромить свою душу. И тут уж хоть наливай, хоть не наливай, сквозь эти черепки, сквозь эти осколки все проходит и ничего не задерживается. Так вот и душа. Если она поучаствовала в смертном грехе, она получила очень тяжелую травму. Благодать Божия проходит мимо нас до тех пор, пока мы в этом грехе не раскаемся. И по поводу так называемой порчи, подозрительности экстрасенсов или цыган, астрологов или еще каких-то проходимцев, можно сказать, что нужно нам прежде всего стремиться знать волю Божию, знать закон Божий, то есть иметь о Боге правильное представление и правильное представление о цели и смысле нашей жизни, о нашем назначении. И вот тогда у нас есть шансы, есть надежда, что с помощью Божьей мы это все осуществим. А вот если у нас здесь страдает ум, страдает взгляд наш на жизнь, страдает неправильным пониманием нашего места в этом мире, вот тогда и начинается суеверие, то есть суетная вера, начинаются всякие страхи. Правильная вера, положительная вера, она всегда осуществляется и человек укрепляется в надежде и в любви к Богу. А суеверие, суета только поселяет в человека разные страхи, опасения, поселяет в человека подозрительность. И нужно знать, что подозрительность это тоже грех, весьма распространенный. Иногда бес нам так морочит голову, что мы принимаем черное за белое, белое за черное. Был, например, такой вот святитель Иоанн Новгородский, новгородский архиепископ. Он как-то заключил беса в умывальнике и освободил его только при условии, что бес его свозит в Иерусалим поклониться гробу Господню. Но бесу деваться было некуда, он святителя свозил туда и обратно. Остались даже исторические свидетельства о пребывании его в Иерусалиме в таком краткосрочном. Но бес сказал, что если ты об этом кому-то расскажешь, я тебе отомщу. И когда святитель, говоря о себе в третьем лице, сказал, зная человека, который побывал в Иерусалиме таким чудесным образом, бес стал ему мстить. Он стал в виде женщины входить в покой митрополита в полночь, делали, что некоторое время там находятся, то он выходил. И вот новгородцы, которые весьма следили за состоянием своей души, за состоянием душ, начальствующих над ними, даже устроили как-то засаду. Увидели, что женщина вошла в покой, вышла из покоев, побежали, не догнали, но что им до того, они же своими глазами видели, как падшая женщина вошла в митрополитич покоев. И они вытащили свидетелей из покоев, били его, ободрали с него, сорвали облачение, посадили его на плод и толкнули в Волхов, для того, чтобы он поскорее отплыл от их берегов. И только чудесным образом правда Божия явилась людям, я специально об этом не буду говорить, для того, чтобы заинтересовать наших телезрителей, чтобы они нашли это замечательное житие, прочитали, как правда Божия осуществилась в данном конкретном случае. Но для нас очень важно, что святые отцы говорят, нельзя верить себе, нельзя верить своим глазам, если мы видим чужой грех, если мы при этом еще осуждаем другого человека. самый простой способ оказаться в изумрудном городе это очки. Мы одеваем зеленые очки и все вокруг нас изумрудное. Так вот, как мы смотрим на этот мир, если наш взгляд чистый, святой, мы как святые люди будем вокруг себя видеть только ангелов, мы будем видеть в каждом человеке образ Божий и каждого человека будем видеть лучше себя. Но если мы оденем черные очки, мы, конечно, в каждом человеке будем видеть грех или какой-то мнимый грех, мы будем подозревать всех и вся, кроме самих себя. Поэтому это очень важно человеку осознавать свое место перед Богом, свое место в этом мире, перед другими людьми. Важно начинать с себя и только исправив себя или хотя бы попытавшись исправить себя, уже эти усилия или этот опыт даже скорее передавать окружающим нас людям. Я благодарю отец Андрей за интересную беседу и мы встретимся наверное с вами уже только в праздник светлого Христового Воскресения, праздник Пасхи. Я благодарю вас тоже за беседу и надеюсь, что эту неделю, которая нам предстоит, мы проведем и в усиленном посте, и в усиленной молитве, будем чаще читать Евангелие, будем чаще посещать богослужения, будем причащаться к святых Христовых тайн и постараемся эту неделю прожить со Христом, потому что церковь во время богослужения буквально по дням, по часам, даже по минутам вспоминает, что происходило со Христом в последние дни его земной жизни. И вот как вы начали передачу со слов о том, что Великий пост закончился, и каждый из нас приобрел опыт борьбы с грехом, может быть, даже это и отрицательный опыт, может быть, мы убедились в том, что грех сильнее нас, и без помощи Божией нам с грехом не справиться. Но в этом-то как раз помощь Божья состоит, что если мы эти дни проживем со Христом, если мы будем Ему сочувствовать, сопереживать, вспоминать те события, которые происходили с Ним, когда Господь умрет за нас на кресте, может быть, какой-то грех умрет и в нашей душе. И когда Христос воскреснет, для нас начнется новая жизнь уже без греха. И здесь тоже очень важно наше душевное состояние, потому что с некоторыми грехами человеку очень легко простится. Вот, например, начинается пост в очередной раз, и я сам себе скажу, ну неужели я каких-то сорок дней не смогу поститься? И посажу себя на хлебоводу. Пришло время поста, и я себе скажу, ну неужели я не смогу молиться? Да я ежедневно буду читать книги, я буду поститься, я буду молиться, я буду каяться, я буду причащаться. Вы чувствуете подвох в этих словах? Что я могу? Я последняя буква в русском алфавите. Если начинается все с буквы Я, это говорит о том, что при помощи гордости можно, конечно, победить любой грех, но от этого гордость только вырастет, наше самолюбие, наше Я только надуется и лопнет потом, как мыльный пузырь. И мы не будем чувствовать радости от того, что мы победили тот или другой грех, потому что мы этот грех постоянно будем видеть вокруг себя, мы постоянно будем осуждать других людей, и комфорта не будет, ну что с того, что я пащусь, а все вокруг не постятся, что с того, что я молюсь, а все вокруг не молятся. И вот этот дискомфорт, эта буря в душе, она постоянно настигает гордого человека. А вот когда Господь помогает нам избавиться от какой-то греховной привычки или от какого-то маленького греха, вот тогда мы чувствуем радость, тогда мы на этот мир смотрим уже другим взглядом, мы уже не осуждаем других людей, мы им не завидуем, мы не ропщим, мы видим, что этот мир прекрасен, и окружающие люди нас прекрасны. И вот можно пожелать, чтобы на Пасху и произошло с нами такое преображение, произошли такие метаморфозы, чтобы от греха мы обратились к радостной и светлой жизни с Богом, с воскресшим Христом. Спасибо. Спасибо, отец Андрей, что пришли и рассказали нам много интересного. Христом. Христом Христом Субтитры создавал DimaTorzok